итак друзья всем привет меня зовут марина как всегда приветствую каждого кто заглянул сегодня на мой канал кто открыл моё новое очередное видео конечно же посвященное ароматам погода на улице замечательная июль и август начало августа радует нас своей погодой ну и чем не повод снять для вас новый ролик про мои любимые парфюм чеки тем более вдруг кому-то будет мое видео полезно вообще мы сибиряки люди закаленные поэтому нас ничем не удивишь даже если среди лета у нас выпадет снег мы к этому привыкли были у нас немножечко тут такие холодные денечки еще отключили горячую воду в общем как всегда у нас это делают кстати несколько раз сезон лета ну мы я говорю к этому привыкли поэтому мы можно сказать на это уже внимание не обращаем что дорогие мои сегодня будет видео про четыре прекрасных аромата от бренда экс нила я думаю ну все знают этот бренд по его хитовому можно сказать аромату флер наркотик но к сожалению сегодня или к счастью его не будет в этом видео я вам покажу ароматы которые мне очень нравятся которые мне по душе которые стали у меня в любимчиках ну и кому откликнется сегодняшнее видео конечно пишите в комментариях кто пользуется этими ароматами кому из вас они очень нравятся а кому-то может быть и не нравятся обязательно пишите свои комментарии будем с вами поддерживать обратную связь ну и конечно не забывайте подписаться первый аромат который я хочу вам показать это honor delight аромат который уже мелькал моих роликах но тогда у меня была только их фирменная миниатюра ну и как видите сейчас у меня полноразмерный флакон с ним я познакомилась наверное в прошлом году приобрела вот эту фирменную их миниатюрку по наводке своей подруги которая тоже парф маньяк она мне рассказала про этот аромат что я должна обязательно с ним познакомиться так как он похож на женщину в золоте от бренда killian она знает что я обожаю женщину в золоте и сказала что они чем-то похожи конечно не долго думая заказала это вот повторюсь миниатюру попробовала и это было просто любовь с первого вдоха невероятно красивый не мягкий такой сливочный кремовый я еще люблю называть такой аромат что женщину золоте что этот лимонадный вот есть такая некая в нем лимонадная нотка которую можно услышать в лимонад крем-содой я думаю ну все вы пробовали когда-то эту газировку да и в нем есть такая некая сливочность до искристость такая вот в этих ароматах в двух есть такое звучание вот если вы попробуете вы поймете о чем я говорю здесь у нас нота нероли бергамот сандал мускус это самая красивая нероли которые когда-либо слышала потому как я вообще не люблю эту ноту потому что она в тех ароматах которые я пробовала они мыльные они травянистые они какие-то вот такие свербящие назойливые то есть вот эта нота она прям вот убивала все остальные для меня ноты я не слышала ничего кроме как эту ноту в этом аромате нет здесь и еще апельсин или апельсиновый цвет вот не точно не скажу вам но вот она дает вот как раз вот такое мягкое и какое-то искрящиеся вот это звучание классный парфюм очень женственный в нем все в меру и некая такая сладость прослеживается и какая-то свежесть такая да приятный очень приятный аромат в тепло этот аромат очень быстро с меня слетает моя кожа буквально поедает этот парфюм я его слышу только в начале потом только вот периодами возможно окружающие слышат этот парфюма от меня но мне бы хотелось его самой от себя слышать подольше в холод слышу его до дольше когда я пробовала носить его осенью или ранней весной я его носила он прям вот я его дольше намного дольше слышала но тем не менее аромат безумно красивый если вы еще не знакомы как я всегда говорю обязательно попробуйте познакомьтесь я думаю многим этот парфюм зайдет следующий аромат который я хочу вам показать это атлас февер атласная лихорадка с ним я познакомилась сейчас я точно не припомню либо поздней осенью либо зимой но это невероятно красивый шикарный аромат на тему древесности он безумно чувственный страстный такой горячий сексуальный аромат то тот аромат с которым вы ну сто процентов не останетесь не замечено его нанести можно куда-то на выход на какую-то такую шикарную вечеринку просто ну мне кажется этот аромат как раз для таких выходов я обожаю его наносить куда-то на вечер классный здесь у нас двояковое дерево розовый перец ладан нарцисс ваниль бобы тонка дуб очень красивый очень красивый стойкий шлейфовый такой теплый тонный обволакивающий парфюм но аромат мне кажется все же больше унисекс если вы любите такие древесные такие тягучие бальзамические немного такие ароматы то вот этот аромат как раз такой обязательно попробуйте из этой темной линейки я уже пробовала ароматы но вот этот мне как-то больше пришелся по душе я его решила приобрести кстати его тоже сначала приобрела в их ферменной миниатюре и это тоже была любовь однозначно и захотелось бы этот себе этот парфюм ну и как видите флакончик уже у меня и кстати здесь половины уже нет очень классный аромат обязательно попробуйте если вы любите такие древесные ароматы переходим с вами к следующему аромату это новиночка этого бренда я его приобрела весной это ирис порцелана безумно красивый нежно-пудровый аромат здесь у нас ирис фиалка роза кедр белый мускус нравится мне этот аромат носить больше в теплое время года например даже летом потому как вот это суховатость пудровая суховатость она сглаживается в тепло и он становится для меня более таким каким-то кремовым а именно в холод да аромат становится более таким сухим я не скажу что он какой-то колки но тем не менее вот эта пудра она становится более такая насыщенная вот как в дорогих пудрах да вы ее слушаете и чувствуете вот этот миловато суховатый аромат вот как раз в тепло вот это вот сухость она становится такая более такая мягкая красивый аромат на тему пудровости он безумно романтичный такой женственный мне кажется на первое свидание это то что нужно потому что мне кажется но он безумно раскрывает вашу женственность на сто процентов классный аромат кто любит пудровые ароматы кто любит ирисовые фиалковые парфюмы обязательно с ним познакомьтесь аромат конечно достойный такой очень элегантный парфюм я бы так сказала и заключительный аромат сегодняшней подборки это сандал калинж если правильно произношу его название у меня фирменная такая миниатюрка маленький пробничек с этим ароматом я познакомилась в парфюмерном магазине когда тестировала ароматы нанесла себе его на запястье он мне просто безумно понравился но мне оказалось этого мало я захотела с этим ароматом пожить поносить попробовать как он будет звучать именно вот в носке очень красивый хочу теперь себе флакон это тот сандал где вы не услышите рассольности какой-то сухости как сандал лилаба 33 это такой знаете молочно-сливочный сандал здесь у нас заявлен мускатный орех ирис сандал в базе но там молока и немножечко ванили он безумно мягкий когда вы его нанесете возможно вы услышите по крайней мере я слышу такие кремовые нотки то есть какого-то дорогого уходового средства очень красивый такой мягкий такой вот он какой-то такой опять же повторюсь сливочно-кремовый парфюм очень хочется флакон прям безумно хочется флакон тяну этот пробничек тяну это удовольствие кто любит ноту сандалов парфюмерии попробуйте этот аромат кстати очень прекрасный еще раз повторюсь безумно нравится итак друзья вот такая была сегодня у меня подборочка из четырех шикарных ароматов от бренда ex nila а вообще если честно говоря этот бренд я раскрыла для себя не так давно после аромата honor delight после этого аромата мне захотелось продолжать с ним знакомиться конечно я знала этот знаменитый парфюм fleur наркотик и все его знают и из каждого утюга можно услышать этот аромат но на этом мое знакомство было остановлено то есть дальше я не продолжала с ним знакомиться и потом когда я услышала он отдалает если честно говоря я понеслась во все тяжкие я стала заказывать себе пробнички знакомого знакомиться дальше с этим ароматом и вот это самые такие четыре мои любимчики пятый аромат я еще рассматриваю приобрести мне или нет это новинка vesper glitz по моему да правильно аромат называется тоже не так давно вышел он такой цветочно-ванильный такой тоже какой-то вот некой такой сливочной ноткой вот тоже про него я думаю кстати аромат цветочный но он такой необычный тоже вот думаю не приобрести ли мне его так что друзья мои если вы пробуете какой-то бренд и какой-то аромат этого бренда или даже два аромата вам не заходят не останавливайте свое знакомство продолжаете это делать дальше потому как ну по одному аромату вряд ли мы что-то можем сказать да есть ароматы которые скажем так в каждом и аромате бренда есть некая днк до такой фирменная днк но про этот бренд очень трудно сказать что у них есть какое-то такое днк свое потому что все ароматы они очень индивидуальные они все разные не похожи ни на один хотя вот этот аромат у них есть еще один аромат два точно вот этот и еще один забыла как называется они перекликаются кстати с этим парфюмом и если честно даже вот трудно иногда их отличить к я вам когда пробовала я немножко путала они похожи да вот эта темная линейка вообще каждый аромат он очень так индивидуально но я не говорю сейчас про те фланкеры которые по выходили там флер наркотик что там блоссом или экстракт или как они там называются если честно я вот даже не вникала вот в эти фланкеры потому как но не особо люблю вот это разнообразие одноименных вот этих ароматов ну может быть я не права может быть надо все-таки познакомиться но с этими новинками которые по выходили фланкеры именно да я не знакома ни с одним из них вот этот флер наркотик там вообще вышло несколько версий вот кстати вот этот момент упущен я не знакома ну что дорогие друзья пишите в комментариях как вам эти ароматы с какими из этих ароматов вы знакомы что вам нравится что нет что вы носите а что-то возможно мечтаете с каким-то познакомиться в хотел как у вас аромат обязательно пишите под этим видео но я буду с вами прощаться всем пока пока